Свящается и освящается основание Часов Несия, благодать и Святаго Духа, Горбимим Вадысия Священный, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Свящается и освящается основание Часов Несия. Наверное, очень символично, что буквально через неделю мы будем отмечать годовщину Тартовского мира. А неделю назад была годовщина прекращения расформирования Северо-Западной армии. Сегодня я не стал бы говорить о трагической судьбе Северо-Западной армии. Мы, наверное, будем об этом больше говорить во время открытия. Мы все знаем, насколько высока была роль Северо-Западной армии в освободительной войне и насколько трагически закончилась история этой армии. Но сегодня я скорее хотел бы поблагодарить тех людей, благодаря которым сохраняется историческая память. Мы все являемся носителями памяти, но не каждый из нас берет большую ответственность за память. Потому что память, как и культура, сохраняется благодаря тем людям, которые берут на себя ответственность. Я благодарю Русскую Православную Церковь за память, за инициативу, за активность, за веру. Я благодарю всех людей, которые принимали участие в сборе средств, тех людей, которые обращались в Таллинскую мэрию. Потому что если бы не было бы этой инициативы, то не было бы и сегодняшнего дня. Если не было бы людей, которые берут на себя ответственность, не было бы исторической памяти и не было бы истории. Краегольным камнем истории являются люди. И эти люди берут на себя ответственность и за историю, и за ее память. Большое всем спасибо за сегодняшний день. Действительно, это историческое событие, начато возведение часовни, возрождение той, которая была разрушена уже при советской власти, после войны. И вот это как раз возрождение часовни, это и есть сохранение памяти, что очень важно для любой исторической эпохи, а для современной, наверное, особо важно. Потому что настолько время быстротечно, и современная, особенно молодежь, может быть, не замечает исторических каких-то событий, но вот это действительно событие. Пусть это небольшая часовня, но она за собой несет огромную память о тех людях, которые в силу вот той политической ситуации стали жертвами. Я имею в виду, конечно, воинов Северо-Завадной армии, и которые имели огромное значение для получения независимости Эстонской республики. Поэтому забыть вот эти события нельзя. Почему и после гражданской войны часовня была воздвигнута, и здесь возносилась молитва именно о всех этих войнах. И даже, можно сказать, шире, о всех пострадавших, хотя она построена именно по этому событию. Возрождение часовни – это возрождение этой памяти. Здесь будет возноситься молитва. Молитва за всех тех, кто именно покоится здесь и в других местах войны Северо-Завадной армии. Поэтому сбор средств продолжается, и кто пожелает, может внести свою посильную лепту в сохранение вот этой памяти. Действительно, мы увидели очень важную, нужную и необходимую поддержку со стороны мэрии. Господин Килвард именно сразу воспринял это положительно с точки зрения восстановления памяти. И здесь, насколько я знаю, намечается реновация полностью всего этого кладбища, которые, опять же, в силу той политической ситуации и программ советской власти сделали из кладбища парк. Что, в общем-то, кощунственно. Даже не только с точки зрения христианской, но и вообще обыкновенной моральной. Сегодня состоялась закладка Георгиевской часовни, посвященной памяти воинов Северо-Западной армии. Часовня была возведена в 1936 году. После часовня была уничтожена, и мы должны ее возродить. Стоимость часовни обошлась городу около 500 тысяч евро. Это само строительство и благоустройство территории.